всем привет вот и вторая часть видео подоспела мы будем заканчивать роскошь самой фигуры образа николая чудотворца но прежде чем я продолжу я хочу вам рекомендовать магазин на валдборис своего одноклассника делаю рекламу на безвозмездной основе по собственной инициативе если вам нужна банана бейсболка зарядка или еще что то то знаете приходите по ссылке она будет в комментариях в описании и приобретайте себе и так продолжим вот это я буду раскрашивать книжку странички раскрытую часть это есть такое правило что нужно начинать со светлых цветов и именно в этом образе белый цвет страничка он самый светлый правило то простой потому что темным если будут какие-нибудь заезды темно прикрывать цвета проще а вот темный перекрыть белыми вот это уже сложнее потребуется больше слоев и вообще такое есть правило как видите я сначала делаю контур еще хочу предупредить что в конце я покажу окончательный вариант уже готовые иконы чтобы вам наглядно было видно как оно получается потому что сейчас я покажу вам самый второй этап а их на самом деле много вот в конце будет уже готова иконочка надеюсь вам понравится ну и надеюсь тем кто заказывал тоже понравится а заказывал мне ее родственник далее но я уже об этом говорил да и они ее соберут может быть выходные выйти на майские праздники да соберут пока она сохнет но в принципе уже готова то есть увидеть что я держу ее в руках вполне себе свободно а пока я тут болтал на видео уже другой цвет это уже такой портовенький красненький он самый можно сказать главный в этом образе ну потому что его всех больше других цветов уже не так много по масштабу здесь я также делаю контур он очень помогает потому что чтобы не защищать в принципе можно конечно без него если у вас хорошая кисточка такая прямая но так проще сделать контур и потом уже большими мазками заполнить этот цвет хотел вам еще рассказать историю есть у меня один знакомый заказчик он работает учителем английского он молодой еще студент но уже преподает в школе видимо как практика или что то такое так вот в связи с событиями которые происходят его можно сказать конечно не отчислили но он все равно испытал на себе всю тягость нынешних времен а именно ну например им там выдавали в школе ну такие брошюрки ну бумажка может реклама и на этой рекламе было там какого-то события патриотического склада там такие маленькие маленькие значочки звездочки что ли были а у него зрение плохое поэтому ну он потом реклама какая-то и скомкал ее и положил на скамейку так другие учителя это увидели и все на него оболчились дескать вот он какой он не патриотичный вставляйте из каких-то значков из каких-то бумажек на человек столько негатива а потом еще он просто учитель английского языка его занятия это не патриотическое воспитание а обучение иностранному языку поэтому а его там просит в какой-то сценке участвовал театральной военного долга милитарицкой представляете ну он высказал свое несогласие ну и скандал как так то ой столетия какие какое сейчас просто какое сколько негатива на другое мнение на инакомыслие происходит вот ему за это всего пришлось очно прийти на заочное обучение вот как а где он всего там учитель английского ну я не в том смысле что как-то принижаю нет просто ну там он же не историк он и там не классный руководитель и не заочный директор у него другие обязанности ну и вот всех подонок ребенку заставляет участвовать во всем этом даже тех кто не согласен так сказать с мнением партии так это негативная конечно история но ничего мне вообще нравится молодежь это правда я потому что возлагаю на них будущее улучшения свершения они они все таки ну как то больше разбираются в сегодняшнем мире как он устроен как он развивается во всех технологиях у них как то по другому голова работает вот я все таки надеюсь что они и система образования так же поправит ее уж не будет такое как сказать но не буду говорить мне кажется вам понятно конечно кто то со мной не согласится но все таки на моем канале везде написано что я пацифист поэтому ну что же поделать мое мнение таковое ну кстати я даже и не против что ну есть у людей другое мнение вот им нравится вот там военность то ну и пусть пусть у них такая будет ролевая игра такие интересы ну я не против есть у них определенные дни там места что ж это в общем как религия в религии тоже есть свои здания памятники свои предметы искусства все ну что ж пусть будет но тут другая история здесь получается такая так сказать вовлечение в эту религию причем насильно если ты не хочешь мы тебя накажем вот в чем мое сравнение а к сожалению так вот все обстоит о весна солнышко и это радует ай хоть как-то отвлекает от твоих мыслей но не будем плохом вернемся к нашему рисованию и мы видим как первый слой я нанес тебе нужно второй и вы видите как со второго слоя уже плотность появляется то есть первый слой он такой размашистый много пробелов а вот второй он это уже все все поправит а вот как кстати я тут сделал такие ремиксы можно сказать на свою музыку если кто не знает у меня есть там альбом на яндекс музыке но и других платформах если конечно их не закрыли в россии в общем сделал на 4 свои композиции ремиксы но это не скорее не ремиксы а мышапы я на определенном сайте там сделал делать эти мышапы то есть соединение двух композиций моя и чужая но чужая я так понял она без авторских прав поэтому может вот и после этого видео может быть выходные я опубликую ну предупреждать тут такая довольно задорная музыка танцевальная не знаю но такая там в стиле дабстеп есть первый трек второй трек он уже такой шутлеп вот и после второго слоя главного цвета мы приходим в массив страничек то есть это уже странички их там много будет вот 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 светло-гразненький цвет потому что если будет что-то кривенько это будет заметно его набирать сложно, это темно-красный цвет смешивается с желтым и получается светленький это кадми темный плюс лимон кстати, вы заметили, что белый цвет сначала был какой-то такой грязненький, прям темненький но это все потому что это зависит от окружения если окружение светлое, то и цвет будет казаться темным но как только появляются другие цвета в окружении, то и сам цвет белый меняется видите, как ион стал светлее то есть это не освещение, это чисто обман зрения то есть цвет, цвет-то он всегда одинаковый то есть когда я его наношу, да но в окружении других цветов уже получается совсем другое как будто поэтому вот важно важно всегда иметь баланс в цвете не слишком яркий, не слишком темный все должно быть гармоничное 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 еще расскажу историю выхожу значит из квартиры подхожу к лифту смотрю на полу лежит ну что ли такая оторванная веточка какого-то растения смотрю она даже там с крышками ну просто такая вот веточка ну сантиметров может быть 10 думаю ну жалко растения все-таки может кто-то обронил а может кто-то потерял ну и положил я его на подоконник в подъезде проходит неделя наверное опять я выхожу а это растение все так лежит я думаю ну видимо и никого не нужно кто-то может кто-то переезжал и обронил мы все как-то ну а растение все живет там с крышками нормально я думаю ну жалко пошел взял семьяльки там потом баночку из-под кефира ну пластику ну и посадил его в эту веточку с крышками только она начала расти в общем прижилась эта веточка стала расти в подъезде это еще в прошлом летом ну и на зиму я себе на себе домой взял так это так теперь эта веточка метровая почти ну и где-то сантиметров 90 веточка выросла такие огромные лупухи даже не знаю тебе надо еще крышок еще больше я это конечно присадил но чувствую надо еще больше не знаю что это за растение но лупухи конечно вот листочки прям как будто дерево не на это не денежное дерево нет но похоже денежное дерево да оно такое ну невысокое да и эти листочки у них и такие пухленькие а здесь нет здесь прям такие мощные длинные не знаю пусть растет итак какой у нас четвертый цвет ну здесь я помню аж светел такой красноватенький цветик но я его поправлю сначала я делаю контур а потом я сделаю его большие как видите тут есть крестики темненькие будут крестики но сейчас их не нужно красить ну потому что это будет неудобно их вырисовывать там нет мы тут важно просто все закрасить все вот это полотно которое я черчу контур а потом когда там будет уже следующий этап потом еще этап то есть будет прописка пропила и поверх уже можно будет сделать вот эти вот крестики но вы увидите в конце в конце все будет еще напишите в комментариях у кого пропали значки там на ютюбе или жабки то есть картинка сверху у кого пропали у меня вот серые был один день когда они появлялись снова потом опять пропали что такое ну это конечно несколько мешает то ли ютюб болеет то ли что-то еще какие-то может быть что-то меняют может быть совсем оформление будет меняться кто знает это ну это конечно мне особо нравится причем это даже не у меня одного моего тринадцатилетия брата так же кстати и на компьютере и на телефоне одинаково все эти все значки пропали у каналов кстати ему тут на день рождения на тринадцатилетие микрофон подарил вот так вот а самартист без микрофона что поделать ему нужнее если ты знаешь что ребенку никто не купит кроме тебя то надо действовать я так считаю я конечно нищий художник но по скриточкам я там неплохо так баллы использовал так что вышло довольно недорого микрофон этот но он такой средненький то есть вы там сейчас представите себе крутой микрофон нет он такой средненький название то не скажу но кто разбирается тот знает что вот есть совсем плохие это там палки такие а есть получше они уже такие вот кругленькие там с ножками с подставкой они уже получше но есть самые крутые вот видите я цвет изменил все-таки косячность она всегда но в том-то дел в рисовании что нужно себя исправлять то есть ты видишь там в голове щелкает а не то не тот цвет и исправляешь так и надо мне нужно оставлять что намезю цвет и пусть так и будет нет если чувствуешь что не то то просто исправляешь и добавляешь другой цвет и он добавил немножко ржавину сюда может быть красненького желтенького еще и всего получилось и вот этот первоначальный контур он не помешает он просто перекроется все будет хорошо жалко что это доктора стрэндж от марвел и посмотреть только в экранке ну что ж это тот случай когда я буду смотреть смотреть экранку вот поэтому она не хотелось ну потому что там и так все темно фильм-то темный еще и экранка темный ой вообще кошмар а здесь здесь другой может быть и будет получше да и мне кажется я не один буду смотреть экранку потому что театр вряд ли покажут уже по крайней мере в сеансах я в расписании не видел что ж ничего не поделать но финн обещается быть интересным там разные камео будет ой но кажется уже сливы были но я сплеерить не буду если что еще кьюбайт потом расскажет как она чего кстати я здесь так же не стал все красить только честь мне кажется после этого цвета будет еще один и потом все конечно да и поэтому я и оттягивал публикацию этого видео потому что мне нужно было сделать окончательный вариант а на это потребовалось достаточно так времечко итак последний цвет на сегодня он уже такой брюши еще еще брюши ну кстати я здесь цвета до конца не набираю но потому что взаимодействие с другими они меняются но тут важно цвет оставлять то есть баночки с цветом у меня остаются поэтому потом потом я их ну просто достану и еще покрою может быть изменю там капельку того капельку того капелька 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 и выйдет то что надо кстати я тут еще себе колхозный компьютер собираю так что так что когда у меня будут все детали я может быть засниму асмр собирание компьютера ну процессор имеется мне осталось купить только ой это системный блок да мне осталось вот именно процессор купить и что еще и оперативную память и всего остальное у меня есть но предупрождаю корпус у меня будет конечно страшноватенький мне достался от рук он его когда-то красил он когда-то купил себе этот такой серый серебристый корпус потом а ему хотел а ему хотел с черной и вот его баллончиком покрасил такая история ну конечно вышло не во всех местах хорошо конечно купить бы еще баллончик еще раз пройдись еще одним слоем чтобы прям было ровненько так боюсь может не получится да это пока единственная идея у меня асмр собирание капли ну должно получиться интересно мне кажется кому-то познавать я я лично долгое время вообще не знал как оно собирается да и когда видео смотришь тоже не особо понятно а вот когда сам это вот это уже совсем другое это практика она всегда лучше так же и в рисовании лучше конечно взять и самому ну скажу я вам иконопись она все таки доступна каждому иконопись создавали придумали целыми столетиями и ее придумали так чтобы каждый да у меня сложились каждый мог научиться то есть здесь есть такая этапность есть список ну определенных действий ты просто к ним привыкаешь узнаешь о них и делаешь и все просто должно если вы начнете обучаться этому конечно сначала не будет получаться ничего но со временем со временем вы научитесь просто в мозгу что-то щелкает и вот такая ага и рука как-то уже по-другому кисточкой вводит и понимание уже приходит как она чего-то этот цвет этот цвет кстати есть коробка это как подставка фотоаппарат фотоаппарат так что в живописи да там там просто берешь и машешь как хочешь но выкнипси здесь так последовательность действий и этапом за этапом каждый может научиться научиться кстати доказательство профессионализмом вы увидите на своем экране не в том смысле как я делаю а чем я делаю кисточку я ее называю дубина но она действительно дубина она вся повылезла просто ужасная кисточка на самом деле любому человеку несвязанному с рисованием дай такую кисточку он скажет что это такое что за страх итак уже перемотнем время и вот уже готовы а я совсем забыл я вам покажу как еще сангир делать сангир это вот подложка цветовая подложка лиг вот такой цвет как бы его назвать там тоже красный желтый зеленый ну в общем такой ну когда сырой видите он такой кажется светленький но высыхает но становится темненьким это такая вот особенность поэтому не слегка обмануться ты думаешь ой какой светлый набираешь а потом темный вот эти нюансы надо знать но это еще не окончательные слои как видите там некоторые цвета просвечивают вот это значит еще не все но я вам покажу как будет все и там будет рядом лежать фоточка которая служит мне подсказкой вот проходим по лику ручкам все одним цветом вот этим вот и эти красочка высыхает и вот уже окончательно уже без рассвета и вот вот образец вот 2000 лет а это уже которая работа готовая иконочка всех кто досмотрел до конца всех благодарю пока пока пока